Уже за первый час работы колл-центра принято более 400 звонков на телефонах 14 операторов. На связи весь регион. Глава области Дмитрий Азаров знакомится с работой колл-центра. Как люди себя чувствуют, когда звонят? Много ли негативной реакции? В целом, так как принимаем, настроение улучшается. Мы фиксируем и передаем им. Звонки направляют напрямую в зал заседания, где собрались руководители компаний и служб, ответственных за погоду в доме. В режиме видеоконференции подключены главы городов и районов. Прямая линия позволяет взять на контроль все сигналы от жителей, чтобы оперативно принять решение по подключению отопления и выявить проблемы, требующие административного вмешательства. На линии Малышева Ольга Борисовна. Город Самара. Октябрьский район. Малышево 24-29. Добрый день. Добрый день. У нас нет отопления по адресу Масковского, проспект, дом 24. Вопрос решается на месте. Директор теплоснабжающей компании обещает до вечера аварию устранить. Уже завтра в квартиры будет подано тепло. Еще один проблемный адрес – революционные 155. Жильцы регулярно оплачивают услуги, а вот их ТСЖ имеет значительные долги перед ресурсоснабжающими компаниями. Несмотря на это, в дом удалось пустить тепло, а вот горячей воды еще нет. Городские власти этот адрес держат под особым контролем. Для жителей подберут новую управляющую компанию, которая сможет грамотно распоряжаться как ресурсами, так и финансами. Подскажем им с кем и как заключать договоры, чтобы котельная обслуживалась. То, что проблем с теплом там нет, там есть проблема с использованием этой котельной. Сегодня в доме поднимут температуру, завтра вернется горячая вода. А в отношении недобросовестного ТСЖ будет возбуждено уголовное дело по статье самоуправства. Впрочем, если говорить о Самаре, дома без отопления это единичные случаи. И это касается работы управляющих компаний, которые должны настроить внутри домовые сети. За лето в городе заменили в три раза больше теплотрассы, чем в прошлом году. Темпы подготовки к зиме летом были втрое быстрее, чем раньше. Несколько лет тому назад был капитальный ремонт. С тех пор у нас батареи такие, что у меня балкон настишь, даже зимой мне жарко. А сегодня какая ситуация? И сегодня то же самое. Окно в комнате, на кухне, балкон настишь, и я хожу гуляю. У нас все было вовремя, все было нормально. До отопления, до сезона нам все это сделали, проверили. И в сезон все вовремя дали. Трубы на горячие, потрогал горячие. Во всех комнатах тепло превосходно, даже жарко. Было 28 градусов. Даже одну дверь на балкон приоткрываем. Поэтому благодарен администрации, которая проследила, организовала и вовремя включила. За шесть часов работы прямой линии поступило более полутора тысяч звонков. Что касается проблемных адресов, каждому главе муниципалитета, руководителю управляющей компании и теплооснабжающей организации дано поручение связаться с заявителем проблемы и на месте убедиться, что ситуация исправлена. Самое главное – это системность. Это вот на самом верхнем уровне понимание проблем. Определение четких подходов взаимодействия с управляющими компаниями, с ТСЖ. Выстраивание этой работы, чтобы мы не в режиме аварийном с вами встречались как можно реже. В итоге регион должен войти в отопительный сезон с показателем 100% и без проблемных адресов. Олег Зверев, Василий Колдашов, Андрей Горгулянко, Григорий Пляшаков. События.